Едем в лес, погулять и заодно попытаемся рассказать вам одну забавную историю, как у нас появился Дерек. Хотим рассказать, как у нас появился Дерек. У нас была собака, Линда, боксер. Прожила она с нами 12 лет и в один момент мы ее потеряли. Пришла она от нас в конце ноября 2014 года. Наверное, немило написать то душевное состояние, которое бывает, когда ты теряешь любимую собаку. Мужу было еще тяжелее, потому что, собственно, это была как бы больше его собака, она была больше привязана к нему и он после этой потери ходил много вечеров. Я просто брал поводок и шел на улицу и делал вид, что гуляю, мысленно представляя, что Линдон где-то бегает рядом по пустикам. Очень тяжело было. Да, он представлял, что она ходит рядом, что она с ним. Со своей женой после этой потери был проведен разговор с детьми о том, что дабы не переживать повторно это состояние, я попросил собаку больше не заводить. Потому что те чувства, они просто непереносимы. Да, обещание-то он с нас взял, что собаке больше не будет заведено, но я также очень хорошо осознавала, что я просто схожу с ума от пустоты и боли, которая вдруг образовалась вокруг без Линды. Мне просто было пусто. Дерек, как он был выбран, сначала я увидела его по фотографии. Впервые взглянув на это существо, он был там снят в трехнедельном возрасте, я просто поразилась. Это было какое-то королевское величие. Это была какая-то поза льва, настолько самодостаточного, уверенного в себе существа, что ни за что не скажешь, что это был трехнедельный щенок. Он даже на фотографии, в этом выхваченном моменте, он нес себя, он знал себе цену. Это была кровь. Меня это поразило. Эта кровь, она играла всеми красками, даже на вот этой вот фотографии, на этом застывшем моменте. Ну, собственно говоря, выбор был моментально сделан. И вы знаете, вот это вот впечатление первое, когда я увидела его на фотографии, потом меня и не обманула. Он и сейчас по жизни себя так несет. Он прекрасно знает себе цену. Это порода, это кровь, это поразительное существо. Прошло всего три недели после смерти Линды. Для меня внутреннее решение было, в общем-то, принято. Осталось его реализовать. Я, как говорится, в милицейских сводках вступила в преступный сговор со своим старшим сыном. Ну, и, собственно, вопрос о собаке был решен. И тут прекрасный, незабываемый день, 20 декабря. Нам привезли хозяева Дерека. Привезли издалека, около тысячи километров. Вот. Мы забрали его. Мы забрали, и когда мне в руки передавали этот черный, пахнущий щенком комочек, я не выдержала. Расплакалась. Утром они засобирались. Сказали, что по срочному делу, вдвоем им почему-то надо куда-то деться. И через полчаса появились со щенком на руках. Фотку я сейчас выложу тоже. Первая фотография Дерека, наша домашняя. Сказать о том, что я был потрясен, но это не сказать ничего. У меня в душе перевернулось все. Я думал, что, наверное, это все неправильно. Это чувство предательства к своей бывшей собаке. Ну, собака есть собака. Да, через неделю это существо уже влезло полностью и в душу, и в сердце. Теперь я вот человек, который занимается фотошопом, иллюстратором, фотошопом. Я много раз пыталась сделать какую-то картинку, связанную с Линдой, может быть, с ее уходом, какой-то калаш, что-то. И буквально месяц назад только мне это удалось. Я просто не могла этого делать, потому что я садилась и начинала сплакать. То есть это ничего не ушло, это останется с нами. Но те, кто стоит перед таким выбором после потери собаки, тоже понимаете, вы должны сделать для себя какой-то вывод, что жизнь не заканчивается. Нужно продолжать жить дальше, нужно продолжать любить. А собака действительно дает нам любовь, которая не даст ни одно существо в этом мире и на этой земле. Это мое глубокое убеждение. Я свято верю, что собака последняя ангелин, и когда затянет душу мраком, она опять придет ко мне. Один, многие знают это творение. Так вот я глубоко уверена, что делайте правильный выбор. Возможно, наши слова, наша история кому-то поможет. Я очень на это надеюсь. Почему Каны? Вот Люда как-то обошла этот момент, хотелось бы вернуться. Почему именно Каны? Наверное, мы все родом из детства. У меня в детстве моя первая собака тоже был Молос. Это была полностью дога и овчарки. Но от овчарки он взял только окрас. Какой-то серо-палевый. Все остальное, собственно говоря, это был полноценный дог. Но не такой, да. И еще экстерьер, пожалуй. Экстерьер очень сильно напоминал. То есть это был как бы такой похожий... Это был такой Каны Корса, очень внешне похожий на него. Только какого-то окраса такого серо-песчаного-палевого, как у овчарки. И эта собака, друг моего детства, моих игр. Потеряла я ее очень трагически, не буду повторять. Это все тяжело. Но, наверное, она осталась у меня в памяти. И с тех пор у меня действительно склонность к Молосам. И, очевидно, это воплощение моей первой собаки. Ну и кроме того, мне он говорит, насколько это красивое существо. Они черные, похожие на пантеры. Это полукошка, полусобака. Грация, мощь. Все это сливается воедино. Это удивительное ум. Это удивительное существо. Я не знаю никакой другой собаки, которая была бы настолько совершенна. Иногда, когда мы гуляем, особенно почему-то в солнечный полдень полез, он останавливается на полянке в лучах солнца. Отливает вот этим вот глянцем антрацитовым. Я стою и думаю, боже мой, удивит же, бог, красоту. Как же можно создать такое совершенство? Или когда он учится, сломя голову и прижав уши куда-то, прыгает через дерево. Все это очень красиво. Все это, глядя на него, хочется жить. Хочется жить и радоваться жизни, как делает это он. Удивительное собачье. Да, он, конечно, никогда не унывает. Пацаны еще тут. Нет, ну, если я злюсь, и если я действительно серьезно требую чего-то от него, какого-то исполнения, то это делается, в общем-то, беспрекословно. И частенько, если это бывает очень редко, если я гневаюсь, то Дерека выжимает в пол. Это правда. Мы сказали все, что хотели. Извините, если получилось немножко грустно. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Привет от мистера Дерека. Пока. Продолжение следует.